Добрый день, дорогие зрители информационного портала AllPravda.ru. Мы начинаем прямой эфир программы «Диалог с властью». Представлю наших гостей сегодня. Это Наталья Владимировна Снежинская, заместитель министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. Здравствуйте. Это Инна Борисовна Чегирева, первый заместитель министра здравоохранения Ульяновской области. Добрый день. Здравствуйте. И Ярослав Владимирович Андронов, заместитель директора Ульяновского драматического театра. Добрый день. Дорогие зрители, сегодня мы с вами поговорим о реализации нацпроектов здравоохранения и международной кооперации и экспорт, и в том числе обсудим привлечение и повышение квалификации медработников, расширение сети сосудистых центров, уборочную компанию и фестиваль «Золотая маска». Если по ходу нашей беседы у вас возникли вопросы к нашим гостям, пишите к нам в Вайбер, номер вы видите на своих экранах. Я его продублирую 8 927 814 05 99. Ну что ж, все готовы? Начинаем. Буквально вчера агрария отпраздновали круглую дату на молочную в Ульяновской области 1 миллион тонн зерна. Наталья Владимировна, расскажите поподробнее о ходе уборочной кампании. Что еще осталось аграриям убрать и какие площади убраны? Да, действительно. Вчера мы в Чердаклинском районе отметили такой знаковый рубеж. Это миллион тонн. Уже на протяжении последних четырех лет мы набираем этот на молот, хотя раньше этот объем достигал где-то 800-600 тысяч. Для нас это большое достижение, поскольку аграрии научились сеять по новым технологиям, приобрели новую технику и, естественно, добиваются отличных результатов. Сейчас главная задача удержать этот результат и увеличить, поскольку национальным проектом экспорт-продукции АПК нам установлены показатели к 2024 году миллион 800 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Миллион мы вчера собрали. Это тоже касается зерновых и зернобобовых. Это 80% того, что нам нужно убрать. Погодные условия, видите, очень сложные. Дожди помешали. И сейчас наступает еще посевная кампания. Зимы нужно посеять за дел на следующий год и подготовить. Ну и, собственно, мы в процессе работаем круглосменно и в первую-вторую смену. Поэтому мы сейчас стараемся закончить уборку зерновых и зернобобовых. Осталось 20%. Ну и я думаю, что плавно войдем в уборку технических культур. Это подсолнечник, но и овощи, конечно. На сегодняшний день лидерами по намолоту является, естественно, наша жительница. Это Меликесский район. По темпам уборки у нас лидирует Новоспасский район, поскольку они первые убрали все озимые и яровые в этом году. Что хотелось сказать. Сложные условия. Люди работают на износ. Но мы все-таки справляемся с этой государственной задачей. Я думаю, что наша продовольственная безопасность на высоком уровне. Можно что-нибудь сказать про уборку овощей? Да. Мы на сегодняшний день убираем все виды овощей. Это и борщевая группа, это и капуста, и морковь, это и картофель вышли на уборку. Что хочу отметить. Урожайность по первым видам на уборку идет 500 центнер с гектара. Это практически в два раза больше, чем было в прошлом году. Несмотря на то, что и посевная была сложная, и уборка была очень сложная, затяжные дожди мешали выйти вовремя на уборку. Но тем не менее урожай в два раза выше по овощам, нежели в прошлом году. Вы уже упомянули нацпроект международной кооперации и экспорт. Расскажите поподробнее о нем. Какие цели стоят перед Ульяновским министерством сельского хозяйства и, может быть, какая работа уже проводится в течение этого года? Да, в этот проект мы все вошли очень активно, очень интенсивно пытаемся его сейчас развить на территории Ульяновской области. Главная задача, которую нам ставит федеральное правительство, это обеспечить экспорт продукции АПК к 2024 году на уровне 72 миллионов долларов. Для сравнения приведу о том, что в 2018 году экспорт составлял всего лишь 18,5 миллионов долларов. То есть мы практически в три раза должны увеличить эту цифру. Первая задача для нас, конечно, собрать 1,8 млн тонн, то есть нам нужна товарная масса, которую в первую очередь мы сейчас будем работать над тем, чтобы на территории Ульяновской области обеспечить глубокую переработку этого зерна, поскольку товар с добавленной стоимостью гораздо привлекательнее для экспорта, нежели сырьевая группа. Второе, что мы работаем, это мы пытаемся вместе с Министерством международных связей открыть для себя новые рынки. Очень интересный рынок Китая, очень интересный рынок Сингапура, поэтому работаем, есть что предложить, есть у нас и продукты переработки, есть и вода, есть и алкогольная продукция, поэтому сейчас активно занимаемся развитием новых рынков и создание товарной массы. Если посмотреть с точки зрения самих фермеров, предпринимателей, как вот они активно идут на экспорт? Очень активно, я вам хочу сказать, поскольку у нас с вами, мы понимаем, что есть Волга, по Волге мы можем экспортировать пока сейчас зерновую группу, но это очень интересно, буквально месяц назад я была в Тегеране, мы сотрудничаем с Республикой Иран, и они заинтересованы и в ячмене, и в пшенице. И фермеры, конечно, в первую очередь в этом заинтересованы, поскольку цена немножко выше, нежели на внутреннем рынке потребления. Спасибо большое, Анна Владимировна. Еще обсудим один национальный проект, это здравоохранение, тоже не менее важный, и перед российским здравоохранением стоят очень амбициозные задачи. Это в первую очередь повышение эффективности самой системы, улучшение доступности и качества медицинской помощи. Инна Борисовна, вопрос к вам. Расскажите в первую очередь нашим зрителям об основных направлениях этого национального проекта. Национальный проект здравоохранения на территории Ульяновской области реализуется семь региональных проектов. Это региональный проект борьбы с онкологическими заболеваниями, региональный проект борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это два самых таких основных направления, которые в основном влияют на причины смертности нашего населения. Это развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитие детского здравоохранения, создание единого цифрового контура в системе здравоохранения, обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами и экспорт медицинских услуг. Это семь направлений национального проекта здравоохранения на территории нашего региона. Одним из направлений, как вы уже сказали, это борьба с онкологическими заболеваниями. Расскажите, как в Ульяновской области проходит работа по этому направлению и будет ли изменена маршрутизация пациентов с учетом открытия федерального центра в Димитровграде? Данный национальный проект направлен в первую очередь на снижение смертности населения от новообразований, от онкологических заболеваний. Это достигается путем улучшения ранней диагностики. Проект нацелен на то, чтобы при проведении профилактических мероприятий выявлялось как можно больше онкологических заболеваний на ранних стадиях. Это обеспечивает их лучшее лечение. Также в данном проекте проводятся мероприятия по обеспечению доступности лечения. Это доступность химиотерапевтической помощи в первую очередь. В рамках этого проекта будут открываться дневные стационары на территории Ульяновска и Ульяновской области. Так, пять дневных стационаров мы уже открыли в этом году и шестой будет открыт в сентябре. Это на территории поликлиник города Ульяновска. Для того, чтобы обеспечить быструю диагностику, быстрое выявление у пациентов тех, у кого заподозрен рак, будут открываться центры амбулаторно-онкологической помощи. Первый центр будет открыт в Новоспасской районной больнице в следующем году. Сейчас идут подготовительные мероприятия, подобрано помещение, начнется ремонт и закупка оборудования. Эти мероприятия позволят нам обеспечить снижение смертности, запланированное снижение смертности на 7,5% к 2024 году. Это тот год, когда будут подводиться все итоги реализации национальных проектов. Уже начато оснащение областного клинического онкологического диспансера и онкологического отделения детской областной клинической больницы. В этом году запланирована закупка 96 единиц медицинского оборудования. Это оборудование, которое используется в операционных, хирургических стационарах, аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковые аппараты, эндоскопы, лабораторное оборудование. Все то, что позволит эффективно проводить уточняющую диагностику и лечение онкологических пациентов. А вот что касается Федерального центра медицинской радиологии, может быть поподробнее, когда запланировано открытие для зрителей, которые не особо не знают этой информации? Открытие Федерального центра медицинской радиологии запланировано на следующий год. Сейчас идет процедура лицензирования и оснащение, установка оборудования. Но практически центр готов уже к использованию и основные все лицензирование завершено. В тестовом режиме с сентября начнет работать протонный центр. Это уникальное, эксклюзивное оборудование. Основной запуск центра будет в 2020 году. Планируется, что на базе этого центра будет проводиться лучевая терапия, химиотерапия, хирургическое лечение пациентов онкологическими заболеваниями. Маршрутизация будет изменена, безусловно. Конечно, то есть центр полностью вливается в нашу систему и структуру здравоохранения. И будет определенный отбор больных, категории больных, которые будут подлежать лечению именно в этом центре. А будет ли расширена сеть сосудистых центров Ульяновской области и какое оборудование планируется закупить в эти центры? Да, планируется, что сеть медицинских первичных сосудистых отделений будет расширена. Исправочно скажу, что у нас сейчас на территории работает одно региональное сосудистое отделение в областной больнице. Работает три первичных сосудистых отделения. Это центральная клиническая медико-санитарная часть, центральная городская клиническая больница и Барышевская районная больница. Во всех этих центрах также запланировано переоснащение. То есть то оборудование, которое уже устарело, будет заменяться в рамках проекта борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на новое. Но также в рамках проекта запланировано открытие нового первичного сосудистого отделения на базе Новоспасской районной больницы. Там уже помещение подобрано. И уже в этом году ведется ремонт на сумму 12 миллионов рублей средств областного бюджета. На следующий год запланирована закупка оборудования. Все, что полагается иметь в наличии в первичном сосудистом отделении, будет закуплено в это сосудистое отделение. В этом году у нас переоснащается в рамках проекта региональный сосудистый центр. Туда уже закуплено 7 единиц медицинского оборудования. Это два аппарата искусственной вентиляции легких, три ультразвуковых аппарата экспертного класса, система нейронавигации и компьютерный томограф. Еще один немаловажный вопрос, который очень многих ульяновцев волнует, это привлечение кадров во многие поликлиники и больницы ульяновской области. Как ведется работа в этом направлении? Существует одно из направлений национального проекта, это обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Работа в этом направлении ведется очень активно. Цель этого проекта – это ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях. Это касается и врачей первичного звена, врачей-специалистов и среднего медицинского персонала. В рамках этого проекта будет дополнительно привлечено 4 тысяч врачей и 10 тысяч средних медицинских работников. Будет проводиться их трудоустройство. Более 20 тысяч медицинских специалистов будут вовлечены в систему непрерывного образования по здравоохранению, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. То есть врач может без выезда с территории региона получать повышение квалификации и образовываться. Активно будут использоваться ресурсы таких направлений, как земский доктор, земская медицинская сестра и земский фельдшер. На территории региона эта программа действует уже много лет. Она является большой помощью для районных больниц. Хорошо, что с прошлого года в данную программу включены малые города, которые до этого не были включены. То есть это наши малые города, такие как Инза, Барыш, Сенгилей. И они уже тоже начали привлекать в свои районные больницы врачей и медицинский средний персонал по данным программам. Спасибо большое. Еще одна немаловажная тема. Начало сентября. Поэтому по традиции Ульяновск встречает актеров, актрис, режиссеров спектаклей «Золотой маски» в фестивале. Ярослав, вопрос к вам. Кстати, вопрос тоже можно, наверное, адресовать к национальному проекту «Культура». Расскажите подробнее про фестиваль. Я знаю, что в этом году он пройдет в шестой раз. Совершенно верно. И приятно, что мы с вами говорим именно, что уже по традиции в сентябре мы принимаем фестиваль, проект «Лучшие спектакли». Фестиваль «Золотой маски» в Ульяновске. И вот этот тренд, который мы начали с 2013 года, очень приятно и радостно, что он поддержан. И в этом году этот проект вошел в состав национального проекта «Культура» и проводится в рамках этого проекта. В этом году, помимо того, что шестой раз мы принимаем «Золотую маску» у себя на Ульяновской, Симбирской земле, проект проходит еще и в рамках года театра в Российской Федерации. И поэтому проект необычайно масштабный и широкий. Никогда еще у нас не было за эти шесть лет ульяновцы и гости города с 5 по 13 сентября смогут увидеть 9 спектаклей. 9 спектаклей привезут и покажут нам три театра из Москвы, театра первой величины, и наши гости из Хабаровского края, Хабаровский театр юного зрителя. 5 сентября откроет наш проект «Золотую маску» Московский академический и драматический театр имени Маяковского спектаклем, жанр которого тоже, так скажем, очень интересный. Называется он спектакль-обед, жанр спектакля. А спектакль сам называется кант. То есть зрители особым образом в этом спектакле располагаются в процессе этого спектакля. То есть все зрители находятся на сцене непосредственно, и актеры обедают, разговаривают и проживают. То есть проживают жизнь канта вместе со зрителями. Это такая очень интересная режиссерская и художественная задумка двух, без зазрения совести, гениальных людей. Миндауга Сокарбаускиса, художника Сергея Бархина и драматурга Мариуса Ивашкевича. Вот в этом содружестве мы сегодня, в сентябре, увидим с вами два спектакля. Это кант, которым мы будем открываться, и мы сможем его посмотреть 5 и 6 сентября. И спектакль «Изгнание. Мой друг Фредди Меркьюри» 7 сентября. Спектакль очень интересный, если говорить про изгнание. Спектакль про вечную мечту, так скажем, всей молодежи, молодого человека, в частности, современных молодых людей, переехать в Лондон, да, главный герой вот как-то перебирается в Лондон, но перебирается в Лондон вместе с Фредди Меркьюри. И что из этого получается, это очень интересное тоже действие. Следующий спектакль, которым мы, я думаю, удивим наших зрителей, это спектакль Московского театра около дома Станиславского. Спектакль, спектакль-концерт, который называется «Магадан-кабаре». То есть это спектакль-концерт, состоящий из песен, мелодий, мотивов того дальнего, далекого города, про который кто-то очень наслышан, да, как бы кто-то наслышан однобоко, но та самобытность, которая вот существует в тех, так скажем, магаданских, да, краях, она вот будет перенесена, естественно, на площадку нашего театра в исполнении Московского театра около дома Станиславского. Это очень такая трогательная история, естественно, человеческой жизни, да. Кроме этого, завершит фестиваль на сцене Ульяновского драмтеатра два спектакля Московского театра юного зрителя. Как нам всем с вами известно, этот театр возглавляет супружеская и творческая пара генриеты Яновской народной артистки РСФСР и режиссера Народного артиста России, лауреата Государственной премии Российской Федерации Каммероныча Гимкаса. Вот у этой творческой, так скажем, пары в спектакле Московского тюза мы посмотрим два спектакля. Это спектакль «Пьяный Амур». Почему такое интересное название тоже? Это, знаете, спектакль про то, что даже Амур, который бросает и, да, стреляет стрелами любви, тоже иногда бывает пьяным и попадает немного не туда, и мешает человеческие судьбы. И вот на таких замечательных, интересных взаимоотношениях построен этот спектакль. И следующий спектакль, которым закроется программа «Золотой маски» на ульяновской сцене, это спектакль Каммероныча Гимкаса «Вариации тайны». Это спектакль по пьесе известного и любимого в ульяновске драматурга Эрика Эммануэля Шмидта, и этот спектакль можно назвать даже и детективной историей. Но кроме площадки ульяновского драматического театра, спектакль «Магадан Кабаре» и еще один спектакль, про который я сейчас расскажу, увидят зрители в городе Димитровграде. И Димитровградцы увидят «Магадан Кабаре» и увидят еще один замечательный спектакль, которого этой практики не было в шестилетней истории у нас ни разу. Мы привезли спектакль «Золотой маски» детской направленности. Спектакль хабаровского тюза, который называется «Цацики идет в школу». Это по мотивам шведского автора Мони Нильсон Брэнсом. То есть это сказка про историю про семилетнего мальчика Цацики, который отправился, время пришло, 7 лет, пошел в первый класс. И вот с какими сложностями он сталкивается, с какими проблемами, с учениками, с одноклассниками. Вот это вот все показано и рассказано ребятам в очень интересной манере, вот в лучших традициях Астрид Лингрен. Знаю, что билеты на «Золотую маску» раскупаются очень быстро, поэтому вопрос, можно ли сейчас еще приобрести билеты? Сейчас можно приобрести билеты на некоторые спектакли. Например, на два спектакля «Открытие», на спектакль «Кант» билетов, к сожалению, уже нет, потому что там зрителей и так как бы ограниченное количество, но и когда наши ульяновцы узнали про то, что в этом спектакле заняты артисты первой величины, про них я сейчас расскажу, то билеты были раскуплены за несколько дней, то есть и их уже нет, то есть даже, к сожалению, нельзя как бы употребить такую фразу, что вот нет ли у вас лишнего билетика, лишнего билетика нет. А на остальные спектакли, фестиваль «Золотая маска» остались в продаже билеты, я не скажу честно, что они очень выигрышные, так скажем, удобные по посадке, но билеты есть и их можно приобрести, тем более, что мы стараемся проводить такую политику ценовую, политику доступных билетов, то есть это не баснословные цены, а доступные, которые может позволить себе любой житель Ульяновской области. Ну, раз уж сказали про известные имена, расскажите поподробнее, кого нам ждать. Мы с вами в этот промежуток времени, помимо именитых режиссеров, про которых мы с вами говорили, мы с вами увидим народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву, народных артистов России Игоря Костолевского, Михаила Филиппова, Анатолия Лобоцкого, Игоря Ясулович, Валерия Баринова. И это вот только, знаете, это несколько самых больших величин медийных лиц, которые будут у нас в городе жить вот эту вот неделю, и мы сможем, кстати, увидеть, я думаю, что не только их в спектаклях, но и на улицах, да, потому что это раскроет небольшой секрет, артисты, когда приезжают к нам в город, очень любят ходить на рынок. На рынок, на центральный рынок, да, так что в принципе это правда. С 5 по 13 сентября, если мы с вами где-нибудь прям в самое пекло, так скажем, в пик активности торговой окажемся на центральном рынке, то с удовольствием сможем там увидеть и Светлану Немоляеву, и Игоря Костолевского, потому что это все возможно. Так что, дорогие зрители, если хотите автографы от известных актеров, бегом на центральный рынок. Ну, получается, что так, да. И, вы знаете, вот забегая немного вперед, да, и предвосхищая ваш вопрос, хочется сказать, что вот то сотрудничество, которое уже 6 лет длится, мы уверены, и у нас нет никаких обратных предпосылок завершать как-то это сотрудничество, мы намерены продолжать и в дальнейшем привозить и развивать этот проект, лучший спектакль «Золотой маски» у нас в Ульяновске. Так что можно уже со смелостью сказать, что в следующем году тоже стоит... Да, совершенно верно. Тем более у нас как бы есть с вами еще одна гордость. Мы с вами, так можно сказать, являемся обладателями единственного в России действующего губернатора, обладателя национальной театральной премии «Золотая маска» за поддержку театрального искусства. То есть Сергей Иванович единственный действующий губернатор, вот у которого есть такая «Золотая маска». Но кроме нашего губернатора «Золотой маской» обладает еще наша народная артистка, говорят, госпремия Кларина Ивановна Шадько, художественный руководитель театра-студии «Анфан-Терибель» Дмитрий Аксенов. Этим вот мы тоже очень гордимся. И, кстати, спектакль в прошлом году, спектакль нашего театра «Капитанская дочка» вошел в лонглист национальной премии «Золотая маска». Так что сотрудничество с «Золотой маской» и этого проекта продолжение неизбежно. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам, рассказали о своих проектах, своих темах. Дорогие зрители, наша передача подходит к концу. Мы с вами увидимся в следующую пятницу в 12. Следите за новостями. До свидания. До свидания.